Это заявка в народный контроль от 3 мая. Жители на Батышино-30 жалуются, что не вывозят мусор. Как видим, и через 10 дней отходы до сих пор здесь. Такая же проблема на Гаврилово. Здесь заполнены все контейнеры, рядом строительные отходы. Как говорят местные жители, этому мусору уже месяц. Хочется видеть травку, хочется видеть опрятность, аккуратность, а не вот так набитый контейнер. Ну, контейнеры вывозятся, конечно, а это вот очень давно. И, например, соседний двор, и другой двор, все убираются нормально. Вот я прохожу, все чисто. Вот только этот двор. Вопрос вывоза мусора сегодня стал главной темой на деловом понедельнике в мэрии. Как отметили, уже в этом полугодии заканчивается срок эксплуатации полигона на Химической. А мощностей строящейся второй очереди на Восточном хватит максимум на три года. Других полигонов для захоронения отходов в Казани и ее окрестностях нет. Перспектива в ближайшие годы оказаться на грани мусорного коллапса подтолкнула нас к формированию новых способов утилизации отходов. В первую очередь мы должны исключить из вывозимого мусора органические отходы, которые составляют до четверти объемов ТКО. И именно органика в процессе разложения в теле полигона становится источником свалочных газов, причиной пожаров и зловонного запаха. Для решения проблемы в Казани планируют создать два компостных полигона для утилизации органики. Сейчас ведется проектная подготовка и поиск земли. Один объект откроет регоператор УКП ЖКХ. Там будут утилизировать пищевые отходы. Второй – горвод зеленхоз. Он займется переработкой растительного мусора. Во-первых, не будут тратиться затраты, не будут тратиться на утилизацию. Первый плюс. Второй плюс будет у нас своя органика, уже готовая органика. После выхода компостирования у нас получается гумус, органика получается. И эту органику мы можем повторно для себя использовать в своем же хозяйстве, в питомнике, для выращивания деревьев и кустарников. Ежегодно мусорные полигоны города пополняются на 600 тысяч тонн отходов. В мэрии подчеркнули, перед городом сегодня стоит задача продвижения раздельного сбора отходов. На половине контейнерных площадок уже установлены полторы тысячи желтых сеток для вторсырья. Если не заниматься этим вопросом сортировкой и уменьшением потребления и образования мусора вторсырьем, то можно завалиться и благоустроенная комфортная Казань станет вокруг большим мусорным полигоном. Безусловно, мы этого не допустим, но работа... Нет одной таблетки, нет одного решения. Тогда бы давно уже эти вопросы были решены. По словам Эльсура Медшина, сейчас надо довести до ума сбор вторсырья. Новые способы утилизации отходов и принципы сбережения окружающей среды должны быть представлены к концу года на сессии Казгурдумы. Рамиль Галиуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.